Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурий. Иван, здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Чистая альтернатива вредным привычкам. Анапские студенты личным примером показывают, как можно проводить свободное время с пользой. Самбо в школу. В Анапе на базе федерального детского центра «Смена» открылся новый зал для занятий самбо. Осторожно, дорога. В День памяти жертв ДТП анапчане отслужили панихиду по всем погибшим в дорожных авариях. Анапские бизнесмены в лидерах по росту прибыли. Как пишет коммерсант РУС, с января по сентябрь 2016 года крупные и средние организации Краснодарского края увеличили полученную чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое – со 179 до 341 миллиард рублей. Согласно опубликованным Краснодарстатом данным, 75,9% наблюдаемых организаций показали положительный финансовый результат. Наибольший удельный вес прибыльных организаций наблюдался в Анапе. Далее идет Армавир и Новороссийск. Среди муниципальных районов выделились Брюховецкий, Каневской, Белоглинский, Белореченский и Тихорецкий. С 26,3% до 24,1% сократилась доля убыточных организаций на Кубани. Также снизилась и общая сумма понесенных убытков. И к другим новостям. Закладка новых виноградников. В Анапе возрождают отрасль, для которой на нашем курорте есть все условия. Солнце круглый год, гектары полудородных угодий и проверенные десятилетиями наработки производства. Муниципальные власти оказывают всестороннюю поддержку аграриям, которые вкладывают силы и средства в развитие виноградарства. Вернуть сельскохозяйственные земли в оборот. На эту задачу сейчас работает весь Краснодарский край. В Анапе одна из точек роста в агропромышленном комплексе – виноградарство. Агрофирма «Южная» вывела в поля технику и людей, чтобы заложить молодые виноградники. В этом году план 260 гектар осенью и 40 гектар весной. Всего на сезон 300 гектар молодых виноградников посадить. Технические сорта, классические – рислинг, савиньон, шардоне, пеноблан. Ежедневно обрабатывают 13 гектаров сельхозугодий. В землю каждый день попадают 30 тысяч саженцев. Они, кстати, выращены в Темрюке, в питомнике агрофирмы «Южная». Для Анапы этот год во многом переломный для виноградарства. Отрасль получила свыше 40 миллионов инвестиций. И отдача отличная. 2016 год выдался у нас плодотворным для отрасли садоводства виноградарства. Во-первых, это урожайность, которую мы получили, более 18 тысяч тонн по винограду. Такого урожая мы уже многие годы не получали. Ну и плюс у нас идут активные закладки. Это как интенсивные сады на площади в 100 гектар заложены в этом году. Также мы закладываем виноградники по плану. До конца года будет заложено более 300 гектаров виноградников. И есть неплохие перспективные наработки на следующий год по закладке садов и виноградников. Только агрофирма «Южная» намерена в следующий год заложить еще 600 гектаров молодых виноградников. Весной проведут раскорчевку на полях, осенью закладку. К 2021 году со своих янтарных угодий инвестор планирует собирать 20 тысяч тонн ягоды. Почетный гражданин города-курорта, первый глава объединенных в один муниципалитет Анапы и Анапского района Михаил Иванович Баюр в минувшее воскресенье отметил 65-летие. Наши корреспонденты встретились с юбиляром, узнали о самом важном решении в его карьере, а также поинтересовались его мнением о текущем развитии города и сельских населенных пунктов. У Михаила Баюра телефон раскален. Он принимает поздравления. Юбиляр называет себя анапчанином до кончиков пальцев. Трудовой путь начал в совхозе Гостогаевский. Стал первым главой города-курорта Анапа, был депутатом горсовета и краевого законсобрания. Главным событием в своей карьере считают участие в объединении района и города в одно муниципальное образование. Шел 1994 год. Была идея использовать Анапу как своеобразный локомотив развития. В этом необходимо было убедить селян, которые относились к идее объединения с Апаской. Уже затем по тому же пути пошли в Ейске и Туапсе. Михаил Иванович сожалеет, что тогда не все удалось. С другой стороны и одежка оказалась на вырост. Сейчас я считаю, что более динамично развивается и сельская территория. Много уделяет администрации города внимание сельским, нашим округам. Поэтому я думаю, что исторически это оправданный шаг, объединив город и район. По словам юбиляра, неудовлетворенность текущим уровнем комфорта, нормальное состояние любого человека и двигатель прогресса, результаты которого становятся очевидными через призму десятилетий. В 90-х из-за перегрузок в электросетях проводили веерные отключения. Нынешние перебои в энергоснабжении даже в сравнении не идут. Экология улучшилась спуском новых очистных сооружений. Уровень курортных услуг и оснащение здравниц выросли на порядок. Я достаточно часто встречался с людьми, которые уехали. В основном немцы, как мы называем русские, уехали в Германию на постоянное место жительства. И потом через 10, 15, 20 лет приезжают, они Анапу не узнают. То есть, знаете, есть какие-то нотки сожаления. Сегодня надо активнее продвигать курорт и его возможности на федеральном уровне, считает Михаил Иванович. Так привыкли, потому что горячий ключ, там есть минеральная вода, и все почему-то едут в горячий ключ. Хотя у нас несколько видов воды минеральной, есть грязь в лечении. 65-летие Михаил Иванович уже отметил в кругу семьи. Сегодня встретился с бывшими сослуживцами. Старается быть в курсе общественно-политической жизни. Как говорит сам, находится в запасном полку. Уборка пляжей как альтернатива вредным привычкам. Анапчане принимают участие в краевом конкурсе социальных проектов. Студенты колледжа «Сфера услуг» разработали проект по первичной профилактике наркомании «Альтернатива», одним из направлений которого является вовлечение молодежи в социально значимую деятельность. В рамках данного проекта в эти выходные студенты провели субботник на высоком берегу. В экологической акции приняла участие и наша съемочная группа. Перчатки, мешки для мусора и немного свободного времени, которое предстояло провести на свежем воздухе. Около 150 человек, студенты Анапского колледжа «Сфера услуг» и преподаватели вышли на берег. На каждого пришлось примерно по 5 метров галичного пляжа. Организаторы говорят, что такую масштабную уборку проводят впервые. Мы участвуем в краевом конкурсе от муниципалитета нашего города Анапа, в конкурсе написания социальных проектов по первичной профилактике наркомании. И наши студенты, они предложили как альтернативу научить подростков, как организовывать свое свободное время. И предложили альтернативу какой-то социально значимой деятельности, чтобы дети могли почувствовать себя значимыми, что они нужны городу, и что они что-то могут изменить. Потому что на самом деле мы живем здесь, и мы наслаждаемся этим морем бесплатно, дышим, купаемся. Столько людей к нам приезжают со всей страны, и иностранные граждане. Эти мешки для мусора заполнили за считанные минуты. В них бытовые отходы, бутылки, стаканы, старая обувь. Александр Панфилов живет в Анапе, часто гуляет на высоком берегу. Говорит, что на предложение поучаствовать в акции откликнулся сразу. Просто хотелось, чтобы чисто в Анапе было. На уборку ушло чуть более часа. За это время молодые люди собрали 50 больших мешков, которые по договоренности с городской администрацией забрали коммунальщики. 20 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП. В Анапе с начала года в авариях погибло 29 человек. Этих жертв можно было избежать, если бы водители не пренебрегали правилами дорожного движения. В храме преподобного Серафима Саровского прошла божественная литургия, после которой была отслужена панихида по всем погибшим на дорогах. Каждое третье воскресенье ноября во всем мире посвящают памяти жертв ДТП. Ежегодно в этот день в храмах после воскресных богослужений совершаются панихиды по погибшим в автокатастрофах. В Анапе мероприятие было организовано управлением ГИБДД совместно с настоятелем храма Серафима Саровского отцом Александром. Виктора Александра Георгия и всех дорожно-транспортных происшествиях в Вене. На панихиду пришли десятки анапчан, чьи родные и близкие погибли на дорогах. После богослужения к участникам мероприятия обратился заместитель начальника отдела ГИБДД Алексей Гуаров. Жизнь это, наверное, самое дорогое, что есть у человека и ответственность за ее сохранение лежит, наверное, на каждом из нас. Независимо от того, садится ли человек за руль, либо является пешеходом. Только в этом году на дорогах города-курорта Анапы погибло 29 человек. Из них 5 человек являлись пешеходами. Поэтому мы просим всех, обращаем внимание всех, быть более внимательными к себе, быть более требовательными к другим, ко всем участникам дорожного движения, которые принимают участие. Независимо от того, является человек водителем или пешеходом. После траурной службы участники церемонии отправились на место ДТП, где 9 ноября в страшной трагедии погибла молодая семья Логачевых. Здесь друзья и близкие возложили цветы и венки. А протоиерея Александр совершил обряд поминовения погибших и осветил место гибели анапчан. После траурных процедур близкие получили наставление от священнослужителя. Ведь в первую очередь им сейчас требуется духовная поддержка. А пока пожилые родители каждый день посещают могилу своих детей и любимой внучки, которые по вине злостного нарушителя обрели вечный покой на сельском кладбище. Эту семью не вернуть, но можно предотвратить тысячи других трагедий, если соблюдать элементарные правила дорожного движения. В Анапе во Всероссийском детском центре смены уже больше года успешно реализуется проект «Самбо в школу». Сотни детей со всей страны попробовали себя в отечественном виде спорта. Теперь занятия участников профильных программ будут проходить в новом зале самбо, который построен на территории спортивного комплекса с бассейном. Первыми новую площадку оценили участники открытого турнира по самбо на кубок ФДЦ «Смена», приуроченного к Международному дню самбо. С открытием соревнований молодых самбистов поздравили почетные гости из администрации города-курорта Анапа, Федерации по борьбе с самбо и дзюдо города Анапа, а также дирекции спортивных школ района. «Занимаясь этим видом спорта, конечно, вы, прежде всего, становитесь сильным духом, воспитывает у вас, в общем-то, характер, и не зря, когда вы выходите на тот там и пожимаете друг другу руку. Это, прежде всего, то, что вы должны быть дружными и помогать всегда в жизни». «Хочу пожелать всем удачи, побед, и чтобы все было честно и по правилам, и сильнейший победил». Во время церемонии открытия удостоверение и значок мастера спорта России получила анапская спортсменка Кристина Усова. Девушка не сомневается, почетному званию добилась благодаря упорным тренировкам и самодисциплине. «Я очень рада, что мне сегодня вручили удостоверение именно на этих соревнованиях, чтобы дети маленькие тоже увидели и стремились к мастерам, к кандидатам». Участие в турнире приняли три команды. Это ученики детско-юношеских спортивных школ номер 1, 4 и номер 5. Всего 71 участник. Болельщики смогли посмотреть на то, как проходят соревнования в прямом эфире. Для родителей молодых самбистов на протяжении всего турнира велась трансляция боев из нового борцовского зала. В финале соревнований победители в каждой весовой категории получили заслуженные награды. В весовой категории 31 килограмм победу одержал Игнат Лопатин. Он же получил особую награду за волю к победе. Победителем весовой категории 34 килограмма стал Ростислав Щучкин. Секрет успеха юного спортсмена – 6 лет ежедневных тренировок. Самая сложная была – это финал. Потому что был хороший парень, я его выиграл по очкам. В категории 38 килограммов лучшим стал Николай Карпенко. Среди юношей весом 42 килограмма победу одержал Григорий Антониади. Лидер весовой категории 46 килограммов Виталий Коцель. Сложно было не очень. Больше психологически было сложно. Я много работал над этим. И сегодня удалось показать это все. И я смог выиграть. Первое место в категории 50 килограммов занял Иван Ильин. Илья Чуев победил в весе 55 килограммов. Лучшим среди участников весом 60 килограммов стал Никита Мигачев. Лидером самым тяжелым из представленных в весе свыше 60 килограммов стал Петр Копян. Юноша также получил приз за самую быструю победу. На этом организаторы не готовы останавливаться. Кубок станет традиционным ежегодным событием. И уже в следующем году в нем смогут принять участие ученики секции самбо Всероссийского детского центра «Смена». Также смена стала площадкой для проведения Всероссийского географического диктанта в Анапе. Подобные мероприятия прошли в разных регионах Кубани. Всего диктант написали около полутора тысяч жителей края. Для анапских участников были организованы кинопросмотры и выставка Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. Подробнее об этом смотрите завтра в программе новости. Я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016. Звоните 48 300.